у меня неудобно было общаться кто это в смысле что случилось я тебе сейчас объясню что случилось ты звонил многим проституткам а в одной на сайте была графа написана не звонить не беспокоюсь ты в этот момент позвонил в дел заказ делать в каком смысле девушку твою падла вот алина жена твоя откуда знаете какая тебе разница откуда я знаю ты когда звонил проституткам ты читал анкета что там было написано нет на сайте была графа указана не звонить не беспокоить ты в этот момент позвонил в заказ девушки там три кассовых аппарата ушли в блок салона сейчас не работают ты сейчас вопрос каким образом решил будешь решать тихо мерно по телефону или кардинальным путем какой вопрос ты сбил заказ девушки этот заказ переоформился на свой номер по твоей инициативе там три кассы ушли в блок салона сейчас не работают я на тебя убытки свою не вешаю так как есть понимание то что ты возможно сделал это неосознанно на кассах серьезная сумма бабок с которых кормятся мусора и воровской толпы держится если ты сейчас вовремя анкету не закроешь там три кассы просто въебутся я буду вынужден подъехать и спросить уже с тебя как с понимающего какую анкету я не могу понять сейчас если ты сделаешь так как я тебе скажу ты не пострадаешь ни рублем ни здоровьем ни ты ни твои близкие объясню тебе если ты еще раз не понял все заново и сначала выслушай внимательно ты звонил проститутка многим у одной из девушек было на сайте написано не звонить не беспокоить красными буквами на белом фоне ты в этот момент позвонил сделал заказ девушки там три кассы ушли в блок там 23 просмотра было никто не позвонил кроме тебя может по пьяни либо как я могу тебя понять ты не сейчас скажет не читал анкету или нет ну читал чего почем где находится какие услуги там ниже под фотографиями было красными буквами написано мне звонить не беспокоить и не заметил там было написано если у вас просят предоплату то не стоит переводить это мошенники ниже 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 в описании ты читал анкету я не видел такого предупреждения занимаешься кем ты за частями говорили меняешь ну да что такое сейчас просто ответ на мой единственный вопрос сейчас вопрос как будешь тихо мирно или кардинально какую вопрос я тебе только что сейчас объясню то что ты позвонил в дом заказки только в чем сейчас по твоему номеру три анкеты весят тебе нужно эти анкеты быстро закрыть ну закрываете я тут причем их нужно закрыть мне там был по полному номеру висит на 48 500 оплату составляешь удаляется бронировка своего номера получаешь бабки обратно приносишь извинения тема закрыта если не твоя жена или кто там похуй будет кого все это спрашивает сегодня же они пострадают я уже с тебя получил житель с понимающего я тебе сейчас проявил мужскую солидарность по отношению к тебе руку другу потяну сейчас делай так как я тебе говорю ты не пострадаешь ни рублем ни здоровьем на это лишь я тебе голову ставлю если ты не знаешь я не слышал обо мне интерес всегда приветствуется меня зовут чингис кадыров фамилия чингис кадыров да ты можешь поинтересоваться добропорядочную тебя во мне расскажет малышевская бригада какая малышевская я представитель малышевской бригады мне это ни о чем не говорит я не знаю что я тебе о том говорю что ты можешь интерес проявить узнать оборву чтобы у тебя было понимание с кем ты сейчас разговариваешь мне не у кого узнавать не я тебе сейчас еще раз повторяю но вопрос как будем решать тихо мирно или по беспределу ты хочешь так какой вопрос я не могу понять я же тебя объяснил ты сбил заказ девушки сейчас заказ висит по твоему номеру тебе нужно заказ закрыть сейчас я тебе продиктую реквизиты моего салона составляешь оплату на 3 анкеты удаляется бронировка твоего номера получаешь бабки обратно вся эта процедура займет не более 5 минут чингис я ничего не бронировал я тебе еще раз говорю девушка была уже забронирована до тебя и нельзя было звонить единственный кто позвонил там было 23 просмотра это ты ей нельзя было звонить не писать но ты позвонил сбил заказ девушки сейчас заказ оформился на твой номер сейчас тебе нужно закрыть этот заказ если ты его вовремя не закроешь аллахом кинусь спрошу уже как понимающего с любого члена твоей семьи мать и тетя ребенок будет абсолютно фиолетово что он что это страшно смысле как понять спросить ты будешь самого ребенка спрашивать за какую-то проститутку я могу спросить ребенок твой окажется у меня и все что скажу ты сделаешь понимаете доходчиво тебе объясняю причем тут дети и семья не могу понять у каждого человека есть выручать давление ты накосячил ответ за свой косяк решили вопрос я тебе не говорю о том что ты сейчас должен что-то я тебе говорю просто исправить свой косяк ты ничего не пострадаешь ничем не рублен не здоровье не твоя ли нами ты не так и сил я ничего не должен зачем мне позвонили ты должен исправить свой косяк ты накосячил как это девушка со мной играешь или как? Как это делается? Я тебе объясняю. Сейчас я тебе продиктую реквизиты моего салона, составляешь туда оплату, висишь на линии пару минут, удаляется бронировка, говоришь, куда тебе делать возврат. Увидишь то, чтоб тебе упали бабки твои обратно, на громкой связи приносишь извинения за предоставленные неудобства, тема закрыта. Я на тебя убытки свои не буду вешать, то, что салоны мои сколько времени не работали. То есть, из-за меня салоны не работали? Естественно, там три кассы, ушли в болт, салоны никак не могли продолжать работать. А что за кассы такие? За одного звонка все сломалось, я не могу понять. Ты хочешь узнать более подробно? Хорошо, сейчас я скажу людям, они тебе подъедут, привезу тебе электронную кассу. Не надо никуда ехать, может как-то по-другому можно это решить? Я тебе сказал, единственное, выход как это помешает. Как? Я не услышал сейчас, ты оплачиваешь, закрывается броня, получаешь деньги обратно. То есть, мне сейчас надо какую-то сумму денег вам оплатить, и вы меня назад закинете? Там граммировка на 48 500, оплату составляешь, пару минут висишь на линии, деньги твои падают тебе обратно, ты носишь изменения, тема закрыта. А, то есть, я вам должен 48 500 закинуть, и вы меня их потом назад вернете? Естественно, там заказ просто закроется, получишь деньги свои. В твоих бабках тут нет, у ненуждающих, у не страдающих. Еще раз повторяю. У меня что-то с телефоном, вы меня слышите? Я тебя слышу, ты скажи мне вопрос, решаешься или нет? Решаем, только у меня нету этих денег, у меня наличка есть, как я вам сейчас закину? Ну, ты тогда дуешь до банкомата, твоей налички нахуй не нужна, там должен поступить, платешь на систему. Что нужно? Ты должен оплатить на кассу, перевести. Я тебе, слушай, сейчас даю 10 минут, чтобы ты подготовился. Если в течение 10 минут ты не перезвонишь, не будешь готов к переводу, я тебя Аллахом кину. Дам людям добро, спросят уже по-другому. Будет поздно чего-либо менять. Ты меня услышал, Миша? Дай мне минут 10-15, я до банкомата дойду, деньги себе кину на карту. У меня наличка есть. Хорошо, 15 минут я жду твоего звонка. Хорошо? Я понял. Давай. Алло. Алло, ну смотри, где твоя мужская, я же тебе, как человеку, вот сказал тебе, 5 минут, пошел тебе навстречу. Чингис, я же тебе сказал, я выйду, все оплачу. Я тут немного задержался, я просто в игру играю. Ты понимаешь, у меня люди горячатся, дружище. Ты просто суть серьезной, ты не понимаешь, что заказа серьезная сумма бабок, на мисочке виснет. Чингис, братан, я же тебе сказал, в течение 15 минут я выду, я тут просто немного сейчас занят. Я в игру играю, в Гранд Мобайл называется. Прошло больше 15 минут. В смысле? Сколько тебе конкретно нужно времени? Ты мне скажи, что ты меня перед пацанами тоже не подправлял. Где, Чингис, братан? Сейчас 2-3 минуты, я тут доиграю, дайте объясню. Я сейчас скачал новую игру, Гранд Мобайл называется. Офигеть, что за игра? Сейчас 2-3 минутки, я сейчас доиграю и выйду. Буквально 5-6 минут, я тебе отвечаю. Ты меня сейчас просто провоцируешь, ты там в игры играешь, и ты мне сейчас вот расскажешь. Ну блин, я заигрался, я не отказывался от своих слов, я сейчас в течение 7 минут. Короче, смотри, я тебе даю еще 15 минут, и после этого с тобой никто вопрос не будет решать. Я слышал меня? Понял, Чингис, 15 минут, я жду твоего звонка. Ты про эту игру вообще слышал, Гранд Мобайл? Офигеть, что за игра? Не без разницы. Давай, 15 минут, жду твоего звонка. Я тебя понял, давай, я наберу сейчас, выйду, доиграю, 2-3 минуты и выйду. Гранд Мобайл. Это классная онлайн игра, в которой можно стать кем угодно, бандитом, полицейским или даже блогером. По промокоду ANTI тебе дадут Мерседес и 30 тысяч игровой валюты. Скачать игру можно в App Store, это для пользователей айфонов, или в Play Market для пользователей андроидов. Также можно ее спокойно скачать по ссылке в описании по данным видео. Друзья, я думаю, данная игра вам очень зайдет, поскольку она очень интересная, графика на четком уровне. В общем, кому интересно, переходите по ссылочкам и скачивайте. 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 другого банка у меня только Сбербанка. Что такое? Давай со Сбербанка. По системе быстрых платежей. Знаешь СБП? Чего? СБП. По системе быстрых платежей. А, ну да, да, знаю. Заходи в банк, там телефон на громкой связи. Так, захожу сейчас, две минутки. Меня слышно? Возврат, куда? По номеру телефону на Сбербанке или по номеру карты? По номеру карты. На этот телефон не привязано. Ну, тогда номер карты продиктуй мне. Куда переводить делать? Тебе переводилось. Алло, слышно? Да. Так, все, я зашел. Тебе возврат, куда делать? По номеру карты. скорее всего. Продиктуй мне номер карты. Попробуй этот телефон ввести, может быть, он привязан. Я не уверен. Что говоришь? Я говорю, по телефону попробуй, может быть, он привязан. Алло. Да, я тебя слушаю. Сейчас я у тебя ничего не привязана по номеру. Сбербанк, там должен быть не мужское имя, а женское. Нету. Нету. В смысле нету? Я тебе говорю, нету. Я сейчас через систему попробовал, тебя не подвязано. Так, сейчас, погоди. Должен быть мне на это телефон смски приходит. Я тебе говорю, нету, что, меня система не показывает, куда я тебе переводить говорю. Погоди, я посмотрю, на какой телефон привязан. Алло. Да, слышишь меня? слушай, нет, на эту карту не нужно, потому что это жены карта, это будет палево. Давай я рабочего альфа-банк, туда будем переводить. Давай, куда? Номер карты, номер телефона? Давай, по телефону рабочему. Давай. 8, 4, 5, 9, там должен быть Илья Балахтинол. Алло. Да. Илья Балахтинол. Это рабочая моя карта. Просто я тупанул, понял, я закинул на Сбербанк, а Сбербанк жены лучше на рабочую. Алло. Да, я тебя слушаю, сейчас подготовлю, я посмотрю, есть ли по этому номеру или нет. Да? Да, Альфа-банк. Балахтинол, да, это моя рабочая карта. Я тогда, знаешь, как сделаю? Давай с этой Сбербанк, куда я закинул, закинул на свою альфу, и с альфы тебе закинул, чтобы палево не было никакого. Ну, давай, не отключай телефона, делай. Давай. Так, все, готово. Так, ну все, давай по номеру телефона делай перевод. Сейчас. Алло. Да, да. Давай тебе номер. Сейчас. Зависает немного, сейчас подождите, две секунды. Все, давай номер. 995. Погоди. Альфа. тоже альфа, да? Да, Степан будет получать. Так. 48, 500? Да. Тренки тысячи закрываю, перевожу твой издавки обратно. Имениса, повесняешь еще на 3D. Так, Степан, С. Все верно. все готово. Сейчас. Минуту не отключайся, на линии виси, хорошо? Давай, давай. Комиссии там ничего нету. Сейчас. Алло. Алло. Да, да. Деньги не поступили, ты что, со мной выигры играешь, что ли? В смысле, не поступили? Степан С. Вот так. Да, скинь мне чай, давай. А, погоди, погоди. У меня деньги назад пришли, пишет смс. Для безопасности ваших средств, банк остановил подозрительный перевод. Операцию можно подтвердить в приложении, либо позвонить по номеру. Вот, звони по номеру в банку, подтверждай платеж. Это все? Ты деньги вернул, типа? Нет, ты должен подтвердить, деньги вообще не поступили. А, все, я понял. А вот мне из банка уже звонок идет. Ну, отвечай. Мобильным приложением или Альфа онлайн. Если у вас вопрос по новой кредитной карте, ехать некуда, да была чудо, касса стала в 5 утра, по ходу все. Приехали, Зелимхан опять звонит, по-цыгански говорит. Сейчас карту я вашему другу заблокировала, то есть воспользоваться никто не сможет. То есть код вы им не передавали, значит доступ, я уверена, в вас не блокировали. Я ничего не буду передавать, когда уже со Степаном все нормально будет, я ему все объясню, что как было, я думаю, он поймет, что. Смотрите, в таком случае, когда ваш друг непосредственно вернется, вам нужно ему сказать, что его карту вы заблокировали, и в таком случае ему нужно будет ее просто перевыпустить, так как данные стали известны другим лицам. Все, я понял, понял. Все, спасибо вам. Вам спасибо за обращение, хорошего вам дня, всего доброго, до свидания. Алло, да. Алло, ну что там у тебя? Сейчас, две минуты, я тебе позвоню, сейчас подожди, занято. Две минуты жду. Алло. Ты со мной что, блядь, ну что ты теряешься? Сейчас я нахуй людей тебе домой отправлю, не надо ничего решать, хорошо? Ничего не переводится на эту карту, она у тебя заблокирована, почему-то. Ну, ничего не переводится. Ну-ка, давай сейчас я другую карту скажу. Если ты сейчас не переведешь, я тебе слово даю, больше не надо ничего решать. Ту карту проверю, она не рабочая, я не знаю почему. Она рабочая. Ну, не знаю, что-то у меня написано, перевод невозможен. Сейчас я тебе карту закину, я посмотрю. Давай, я заходил в банки, тебе сейчас скажу другую карту. Если ты не переведешь, мысли тебе своего пацана, тебя разъебил. Что? Давай. Что как? Ты сейчас заходишь и переводишь, если нет, я просто высылаю людей. Любой твой ответ меня устроит. Захожу, захожу. Зашел. Как всем. Гастром банк. Тут какой-то Станислав Вячеславович. Все верно. Все, готово. Я тебе сейчас в телеграмм написал, чек мне сюда закиню. Куда написал? Телеграмм. У меня нету телеграмма. У меня нету телеграмма. У меня WhatsApp есть. WhatsApp есть. Сейчас, подожди. У тебя что-то написано, выполнено? Перевод доставлен. Сейчас, проверим. А, погоди, мне из банка звонят опять. Тебе. Почитание. было чудо. Касса стала в 5 утра. Походу все. Приехали. Зелимхан опять звонит. По-цигански говорит. поняла заблокировано для установления мобильного приложения необходимо будет клиента перезвонить он тогда сам он перезвонит все разблокирует потому что ну он это все сделать без проблем все равно на часу этих дебилов которые у него не забрали все спасибо вам большое до свидания я тебе знаешь что посоветую чингис проверка свой альфа банк газпром банк ты сейчас туда зайти не сможешь не может да нет подожди давай с тобой спокойно поговорим если тебе нужны твои эти карты просто с тобой спокойно поговорим я сейчас разблокирую просто не нужно обманывать людей ладно ты не тому человеку позвонил у меня жена работает в центр банке она по моему звонку любую карточку может ограничить что сейчас я и сделал ты нуждаешься в деньгах чингис не надо тебя разблокировать карту что тогда добыла чада пес здравствуйте добрый вечер Субтитры подогнал «Симон»